Я был достаточно далёк от Иисуса, я никогда ничего особого не слышал о Нём. Для некоторых музыка — это лишь приятное для слуха сочетание звуков, но для Сунила музыка имеет гораздо большее значение в его духовном путешествии по знанию Иисуса Христа. Потеряв работу по причине экономического кризиса, Сунил смог пережить эту ситуацию, учась играть на гитаре. Когда Пакистан столкнулся с кризисом, я был одним из тех, кто потерял работу. Мне нужно было найти в чём-то отдушину, и я стал учиться играть на гитаре, а моя гитара привела меня в церковь. Бог вёл меня в течение одного года. Поскольку музыкальные школы в Пакистане — это редкость и они дорогие, он решил найти бесплатные уроки в интернете. Его поиски привели к учителю музыки, который был адвентистом. Через эти уроки музыки он сделал для себя множество открытий о своей жизни и о предназначении, которое имеет для него Господь. Он открывался мне через уроки музыки, а также через книги нашей сестры Эллен Уайт. Я подумал тогда, эта вера отличается от других верований. Почему эти люди поклоняются в субботу? Весь мир поклоняется в воскресенье. Либо они правы, либо глубоко ошибаются. В течение года Сунил продолжал брать онлайн уроки музыки. В то же время он начал изучать Библию. Учитель гитары увидел, что Сунил обладает множеством талантов. Учитель написал религиозную книгу, и он попросил Сунила перевести её на местный язык. Сунил колебался, поскольку не был знаком с теологией, и только недавно начал изучать Библию. Я сказал, сэр, я не могу взяться за перевод. Я даже не знаю основ Библии, я её вообще плохо знаю. Даже не знаю, сколько книг в Библии. Но благодаря настойчивости своего учителя и действию Святого Духа, Сунил нашёл способ перевести книгу. Перевод занял два месяца. Наконец, работа над его книгой была завершена, и через три месяца она была готова к печати. После успешного распространения издания в своей общине, Сунил был представлен другим адвентистским издательством. Сунила радушно приняли в издательстве «Кассит», где дали ему всё необходимое, чтобы он смог стать литературным евангелистом. Хотя Сунил ещё не был крещён, он усердно занялся издательским служением. Он постарался прочитать все книги, которые распространял, и через это он узнал больше об Иисусе Христе. Сунил продолжал увлекаться музыкой и одновременно распространял книги. Его приглашали для проведения концертов в церквях. После каждого концерта он бесплатно раздавал всем присутствующим книги Духа Пророчества. Приняв участие в издательском служении, Сунил ощутил в своём сердце желание, наконец, сделать то, чего, по его мнению, ему не хватало — принять крещение. И я просто сказал, «Сэр, теперь я готов, потому что теперь я знаю, во что я верю. А узнав это, я могу передать свою веру другим. Сейчас лучшее время, чтобы принять крещение». Издательство «Кассит» было создано в 1971 году, и здесь печатаются миллионы публикаций на языке Урду. Многие свидетельствуют о том, что благодаря материалам, напечатанным в этом учреждении, люди стали ближе к Иисусу Христу. Молитесь за Сунила и других литературных евангелистов, которых касается Святой Дух, и они совершают удивительное служение, где бы они ни были, во славу Божию. АПЛОДИСМЕНТЫ Молитет Продолжение следует...